Здравствуйте, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гельтек. Мне очень часто задают вопросы про уход за кожей, и один из них это может ли кожа быстрее состариться, если очень рано начать использовать антиэйдж косметику. Поэтому поговорим об этом сегодня. На самом деле состариться из-за применения косметики быстрее кожа не может. Это миф. Но, например, применение косметики с какими-то достаточно сильными антиэйдж компонентами может быть просто нецелесообразным в более молодом возрасте. Какие это могут быть компоненты? Ну, в первую очередь, конечно, на ум приходят пептиды. Например, допустим, есть девушка или молодой человек возрастной группы до 30, 20-25 лет. У него есть гипертонус мимических мышц. То есть человек хмурится или поднимает брови кверху, и у него формируются либо поперечные морщинки, либо вот эти морщинки, которые формируют мышцы, сморщивающую бровь. Или, допустим, процерус, наш любимая мышца гордецов, формирует вот эти поперечные морщинки. И вот эта активная мимика говорит о том, что эти морщины у человека сформируются, возможно, достаточно рано. Тогда есть смысл даже в молодом возрасте использовать пептиды мерилаксанты или даже блокировать такую мимику ботулино-токсином, если есть к этому желание. И достаточно эффективно этот процесс можно затормозить. Но, допустим, если мы возьмем для молодого человека, молодой девушки, сыворотку мерилакс с 7% маргерином, который содержит только пептид мерилаксант, этого будет достаточно. А вот если этот же молодой человек или девушка возьмут сыворотку 5 пептидов, то она, в общем-то, им не нужна. Она, конечно, не навредит, если ее использовать, но эффекта молодой человек или девушка не увидит. Потому что в данной сыворотке, помимо мерилаксантов, аргелина или уфасила, есть еще ремоделирующие сигнальные пептиды, есть триптид меди. То есть это все ингредиенты пептидной природы, которые влияют на выработку, на синтез коллагена, на разрушение коллагена. То есть ингибируют фермент, который разрушает коллаген, эластин. И таким образом мы предотвращаем или немножечко уменьшаем выраженность дряблости кожи. А в молодом возрасте дряблости кожи еще нет. Поэтому зачем тратить деньги на более дорогую сыворотку 5 пептидов, когда мы можем просто решать проблему, которая уже существует, блокировать мимику. Поэтому 5 пептидов, например, в очень молодом возрасте не нужно, а мерилакс вполне можно использовать. Есть компоненты, которые относятся, в общем-то, к антиэйдж косметике. Это антиоксиданты. Антиоксиданты – это витамин С, в первую очередь, атеросфератрол, это дегидрокерцетин, это витамин Е. То есть это компоненты, которые я перечислила, они все есть в сыворотке Сиэнерджи, например. Это целая квинтэссенция наших больших концентраций антиоксидантов. И она действительно считается препаратом тяжелой артиллерии антиэйдж. Но у молодого человека, например, могут тоже в молодом возрасте быть проблемы, которые называются фотоповреждения. То есть на кожу воздействует ультрафиолет, или человек обгорел, или еще что-то на солнце. И фотоповрежденная кожа со сниженной защитной функцией, образуются мелкие морщинки, пересушивается такая кожа, может образовываться пигментация. Она, конечно же, требует антиоксидантов. Поэтому мы можем использовать вполне антиоксиданты и в молодом возрасте. Также молодая кожа может быть обезвоженной. Обезвоженность – это состояние кожи. Мы все помним, что у нас есть типы кожи, которые даются нам с рождения. То есть генетически детерминированная – это сухая, комбинированная, нормальная и жирная. А есть состояние кожи – чувствительное, обезвоженное, проблемное. И таким образом, конечно, если у нас воздействовали на кожу даже в молодом возрасте какие-то агрессивные факторы, или ультрафиолет, или атмосферная влажность не соответствует норме, или отопительные системы, кондиционеры, какие-то агрессивные вещества, которые человек использовал в уходе, например, для лечения какой-то проблемы. Топические препараты на коже, которые ее пересушили. То есть не то, что пересушили, не убрали ни жир, а убрали воду, убрали влагу. Обезвоженная кожа – это недостаток влаги. Не надо путать ее с сухой, когда недостаток липидов. Сухая кожа – это тип, чаще всего, который, естественно, дан с рождения. Поэтому пересушить, убрать липиды из кожи сложнее, чем убрать воду. А обезвоженная кожа, она может быть даже при нарушении питьевого режима. Когда человек банально мало пьет воды. И тогда мы можем, помимо нормализации питьевого режима, восстановить уровень влажненности кожи снаружи. Мы используем, например, сыворотки с ультра- или низко- или высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. То есть сыворотки с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой или гели, они и в молодом возрасте прекрасно для ухода подходят. Гиалуроновая кислота высокомолекулярная, она препятствует трансэпидермарной потере влаги. Она создает такую дышащую микропленочку на поверхности кожи. Она есть в кремах увлажняющих, есть в гелях. Кому комфортна какая текстура, соответственно, от уровня жирности кожи зависит, то и используем. Но есть маломолекулярные формы, то есть ультрамолекулярные, например, которые в домашнем уходе используются для заместительной терапии. Она проникает глубоко через роговой слой и восстанавливает быстро гидрорезерв. То есть это сыворотка 3D-увлажнение, сыворотка интенсив-омоложение. Опять-таки интенсив-омоложение, в общем-то, антиэйдж препарат. Там есть антиэйдж-компоненты и два вида гиалуроновой кислоты. Но коротким курсом, чтобы восстановить уровень увлажненности, вполне можно использовать и в молодом возрасте. Что хотелось бы еще сказать о чем? Есть кислотные препараты. Они являются и антиэйдж, как альфадерм, например, и могут использоваться для молодой кожи, склонной к воспалениям. Потому что кислотные препараты, они стимулируют обновление кожи, они препятствуют образованию черных точек, комедонов, соответственно, препятствуя образованию комедонов, не будет на месте этого комедона воспаления. Поэтому альфадерм прекрасно используется и для молодой кожи, проблемной, например, и как антиэйдж-препарат для зрелой кожи, склонной к пигментации. Ретинол. Ретинол, традиционно золотой стандарт антиэйдж-ухода, может использоваться, естественно, и в молодом возрасте, когда, например, у человека проблемная кожа, но в ремиссии. Или нужно, допустим, выровнять то. Поэтому использование активного ретинола допускается и в молодом, и в зрелом возрасте. Но сразу хочу сказать, как врач, что если у вас акне достаточно выраженной степени, то есть выше, чем вторая стадия, то даже если у вас первая-вторая стадия для лечения акне, лучше использовать некосметический ретинол, потому что он более щадящие действия оказывает, он по более щадящим схемам применяется, а просто идти к дерматологу, и он назначит вам ретиноид, более селективный адопален для лечения акне. А потом уже, как поддерживающую терапию, вы можете и косметический ретинол использовать, он действительно снижает склонность к воспалениям. Самое главное, что вы должны знать, это всегда защищайте кожу от солнца. Целый спектр солнцезащитных средств, у нас есть много видео на канале, как подбирать, как наносить, как определить уровень СПФ, который вам нужен, в зависимости от ультрафиолетового индекса, который смотрим прогноз погоды, может быть, здесь мы где-нибудь подвесим эти видео. Пользуйтесь СПФ, с молоду берегите свою кожу, и тогда, гораздо позже, придется обратиться к тяжелой артиллерии антиэйдж, для того, чтобы восстанавливать то, что возникло от повреждения, в том числе с фотоповреждения в молодом возрасте. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их под видео, комментируйте, ставьте лайки или дизлайки, как вам угодно, и подписывайтесь на наш канал, если информация на нем вам полезна. Будем рады вас видеть вновь, и чтобы узнать о выходе нового видео, нажмите на колокольчик.